Привет, это Технозон. И сегодня у нас обзор Mikul KM9 Pro Classic. И вот, вы знаете, у меня больше вопросов по этому Mikul KM9 Pro Classic, чем у многих есть ответов. А все дело в том, что эта приставка сертифицирована. И это далеко не Mikul KM9 Pro. Зачем же нам дурить мозги? Это Mikul KM1. В частности, эта приставка выпускается конкретно для магазина Gearbest, на этот эксклюзивчик. Работает она неплохо, вы все это увидите в обзоре. За свои деньги она действительно отрабатывает более чем достаточно. У нас внутри стоит, как я уже говорил, Amlogic S905X2, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт хранилища. Стоит LAN RJ45 на 100 мегабит. Есть разъем для TF-карт, для того, чтобы расширить это самое хранилище. Есть USB 3, USB 2, есть DC-in, HDMI. И есть у нас аудио-видео выход. Ее можно, кстати, подключить к старым телевизорам. Очень удобно. Из особенностей могу сказать, что приставка абсолютно не греется. И производительность в играх у нее выше, чем в среднем у других приставок на 905X2 процессоре. Не знаю почему, но она набрала 5475 или 472 балла. А это действительно выше. Можете попробовать на своей приставке, если у вас есть 905X2 процессор. Хочется отметить также, что она абсолютно не греется. Тепловые режимы суперские. При воспроизведении самого тяжелого контента тех же 4K торрентов через LAN RJ45 она не нагрелась выше 54 градусов. И в играх она не показала выше 63. А это действительно очень хороший результат. Немножко расстроил меня Wi-Fi 2.4 ГГц. Он выдает стабильных 15 на загрузку, 15 на выгрузку. И я скажу, что это не самый лучший Wi-Fi. Это такой, знаете, середнячок по рынку. В среднем у нас Wi-Fi на 2.4 на ТВ-боксах это 20-25. Максимальное, что я видел, это порядка 100 на ТХ-6 и на Югус АМ6. И вот в минимальных диапазонах колеблется от 5 до 15. Это вот такой, знаете, максимальный при минимальном диапазоне показатель среди смарт-ТВ-боксов. Но при этом она работает действительно неплохо. Нам даже Wi-Fi хватает для того, чтобы посмотреть YouTube 2K и Full HD контент. Вернее, фильмы какие-нибудь Full HD онлайн. А если вы подключите его по кабелю, что, в принципе, решает абсолютно все проблемы, то он показывает абсолютно весь контент. 4K, 60 FPS в YouTube, тяжелые торренты, 4K фильмы онлайн. И у нас, как бы, через Lanner G45 решаются абсолютно все проблемы с производительностью. Сетевой, по крайней мере. Других никаких проблем я не нашел. Голос работает отлично. Пульт у нас вот здесь вот такой вот стандартный, микуловский. Все это вы увидите на распаковке. Из достоинств еще хочу отметить сертификацию. Работает отлично у нас Chromecast. Из минусов еще хочется отметить то, что не работает Netflix. Хотя многие сейчас с меня посмеются и скажут, ха-ха-ха, бабл, но у Netflix нет русскоязычного контента. Вернее, его там немножко. Вернее, совсем чуть-чуть. Вообще-то там есть все, что мне необходимо. Поэтому Netflix я люблю, не переубедите меня. Ссылку на этот Mecoo KM9 Pro Classic, скажу вам честно, это KM1 все-таки. Не дурите людям мозги. Я положу в описании под видео. Цена действительно за такие возможности очень-очень адекватная. То есть фактически это сертифицированное устройство. И оно с LAN-портом, в отличие от тех же самых Mi Box'ов, можно в принципе рассматривать к покупке. Ссылка в описании под видео. На цену сами посмотрите. Немаленькие разберетесь, как покупать. Хочу напомнить, что у нас на канале происходит розыгрыш ценных призовых подарков. И все условия вот там вот под видео, по ссылочке. Идем туда, смотрим. Практически ничего не надо делать. Ну и конечно же нажимаем подписаться колокольчик, если вы не хотите пропустить все наши еще дальнейшие обзоры. Интереснейших гаджетов, девайсов, смарт-тв-боксов, программ, модификаций, настроек. Вообще всего огромное количество еще готовится. Медиаплан на полгода вперед, как минимум. И будьте уверены, много всего интересного. Ну и хочу вам напомнить про наши соцсети и паблики, где вы можете задавать вопросы друг другу. Задать вопросы мне достаточно тяжело. Я очень сильно занят, но тоже попытайтесь счастья. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята. Это же Бубльгум. Поехали. Mikulka M9 Pro Classic. Вот такая вот интересная приставочка. На коробочке заявлен Google Assistant, Google Play, YouTube, Chromecast, 4K, HDR, Ultra HD. Сзади все тоже стандартно. Приставочка имеет сертификацию от Google. Есть поддержка Chromecast. Давайте вскрывать поскорее этот эксклюзивчик. Вау, вау, вау. Ну, во-первых, она действительно такая, знаете, похожа на классический Mikul, которых уже были сотни. Но насколько он отличается от классического Mikul, мы с вами выясним в этом обзоре. Сзади есть у нас диффузор и охлаждение. Снизу проглядывается металлическая пластина. Кстати, да, вот она. Ее видно даже на видео. Есть металлическая пластина. Так что с охлаждением здесь все в порядке. Я так думаю, по крайней мере. Сбоку у нас есть разъем для TF-карт. USB 3, USB 2.0. DC-in. HDMI. LAN на 100 Мбит. И аудио-видео-выход. Ее можно подключить к старым телевизорам. Также у нас в комплекте с вами идет Вот такая вот стандартная Mikul'овская дистанционочка. Bluetooth-дистанционка с голосом. В принципе, все стандартненько. Батареек тут, конечно же, не предвидится. Но это такое дело. Есть у нас блок питания 5 вольт 2 ампера. И стандартный HDMI кабель. Больше ничего интересного у нас внутри нет. Поэтому мы берем эту самую приставочку и переходим поскорее ее обозревать. Ну и наш этот KM9 Pro Classic показывает нам, что у нас есть классический интерфейс Android TV. Сертификация в нем есть. Сейчас мы с вами проверим работу Chromecast. Это обязательное условие нашего тестирования этого самого Mikul KM9 Pro. Но для начала начнем обзор самого интерфейса. У нас установлен сайдлоуд лаунчер. Mikul заблаговременно побеспокоилась, чтобы у вас был доступ даже к неподдерживаемым приложениям. То есть вы можете зайти, если приложение не поддерживается и не отображается, то именно в сайдлоуд лаунчер вы можете его увидеть. Примером такого приложения, например, является CPU Throttling Test. Что у нас есть из интересных особенностей? Это есть голосовое управление. Давайте его сразу же попробуем. Нажмем на голос. Раз, два, три. Раз, два, три. Работает без зажатия кнопки. Вам не нужно ее постоянно держать. Давайте попробуем с зажатой кнопкой. Самый лучший фильм. Да, он работает. Голосовой поиск работает во всех поддерживаемых приложениях. Все здесь отлично. На самом деле отлично. Чуть позже мы с вами попробуем голосовое управление в Google. Но давайте попробуем, как управляется именно погода на завтра. Отлично. Включи YouTube. Хорошо. Давайте выйдем. Теперь мы с вами заглянем в AIDA64, чтобы посмотреть, что у нас внутри есть. Это Mikul KM9 Pro. Производитель VideoStrong. 2 гигабайта оперативной памяти, доступная гигабайт. Но учитывайте, что у меня сейчас там вот уже запущено что-то, что я наклацал, и оно там пузырится, скажем так. Но 2 гигабайта более чем достаточно для этой приставки. Из коробки нам доступно 10,5 гигабайт. В принципе, это достаточно нормально для 16-гигабайтных версий. Версия Bluetooth 4+. Очень хорошо, что здесь есть Bluetooth, потому что можно поиграть. Покажу вам. Центральный процессор все тот же ARM Cortex-A53. 4 ядра, 1,8 ГГц. За отображение отвечает Mali-G31. И, кстати, здесь мы первый раз видим разрешение экрана 3840 на 2160. То есть он показывает, что у нас поддерживает максимальное разрешение 3840. Сеть у нас здесь поддерживает 2,4 ГГц и поддерживает LAN RJ45 на 100 Мбит. К сожалению, 5 ГГц не поддерживается. Но и цена соответствующая. Android 9 Pie, все понятно. И вот сюрприз, который нас ожидал. Мы долго думали, есть ли в нем сертификация или нет. Но после того, как в KM3, после некоторых манипуляций с обновлением у нас появился доступ к температуре процессора и памяти. И здесь он тоже есть. Поэтому мы с вами можем оценить даже температуру этого самого Mecool KM9 Pro Classic. Или KM1. Температура в простое сейчас 41,5 градусов. И кодеки. Посмотрим, что у нас есть за кодеки. AC3, DTS HD. Не знаю, насколько он работает или не работает. Проверить, к сожалению, не на чем. Но главное, что здесь есть VP9 Profile 2. И мы можем с вами играть, проигрывать, вернее, YouTube 60 FPS 4K. С Аидой все понятно. Давайте же с вами сейчас проведем спид-тест. Поехали. 2,4 ГГц действительно слабоват в данной приставке. Он показывает результаты ниже среднего. Это, к сожалению. И в среднем это 13-15 Мбит в секунду. Чтобы вы понимали, 13... Ну, 15, да. 15 Мбит в секунду вам хватит для просмотра, ну, допустим, 2К видео. Либо Full HD видео. То есть, если вы собираетесь использовать ее по Wi-Fi, то это решение немножечко не для вас. То есть, 15 Мбит, 16 на отдачу. Это максимальное, что нам удалось получить в серии тестов. Выше мы не смогли получить. А вот с Lanar J45 все просто идеально. Она спокойненько показывает свои 100 Мбит на загрузку, вернее, 93-94. Это обычно максимальный показатель для 100 Мбитных портов. И показывает все те же 94-95 на выгрузку. Больше она не покажет. Потому что 100 Мбит в приставке, это вот 94 на 94. С сетевыми возможностями нам понятно, что 2.4 можно использовать. Для IPTV, YouTube, Full HD и просмотра Full HD контента вам его вполне хватит. По Lanar J45 вы можете делать все, что захотите. Включим с вами CPU-монитор, для того, чтобы мы могли мониторить температуру. Раз уж у нас есть такой доступ к температуре процессора, это очень удобно. 48 градусов простое. Идеальные вообще показатели. Из системных тестов предлагаю провести еще троттлинг-тест и переходить плавненько к мультимедийным возможностям. Поехали. CPU-троттлинг-тест. Троттлинг-тест мы проведем на 60 минут. 20 потоков. Мы сейчас отключим одновременно еще и наш floating window. И покажем вам это уже все в скринах. Потому что 60 минут никто записывать само собой не будет. Стартанем. Вы на старте сразу увидите, что это просто-напросто пошла зеленая зона. И встречаемся с вами через час. Уже разберем результаты самого троттлинг-теста. Как вы видите, из часового троттлинг-теста у нас с вами получился всего лишь один какой-то выпад. И то я думаю, что это какая-то системная программа, там чего-то сделала и все. Если посмотреть на максимальную производительность, то она опускалась всего лишь до 94%. И это действительно результат намного выше среднего. Это очень хороший результат. То есть обычно так процессоры себя не ведут. Максимальная температура в троттлинг-тесте была 65 градусов. Очень и очень далеко до каких-то пороговых температур. Это, я напомню, это троттлинг-тест на час. На максимальную производительность. На 20 потоков. Вы дальше будете смотреть за температурой в мультимедийных возможностях и в игровых возможностях. И вы поймете, насколько эта приставка греется или нет. Ну и конечно же перед переходом в тестирование мультимедийных возможностей, мы должны с вами посмотреть, что у нас есть в меню. Просто ознакомиться с ним, дабы быть в курсе. Название устройства. Используйте это название для транслирования фотографий, видео и другого контента с телефона. Это и есть тот самый Chromecast. Давайте назмем его KM9 Pro. И протранслируем на этот самый Mikul KM9 Pro Classic какой-нибудь контент. Нажимаю на Chromecast. Вот транслировать на. И у меня вот есть KM9 Pro. Они его, конечно, не называют классиком почему-то. Все, пожалуйста, вы готовы к просмотру. Подключено устройство Samsung SMA какой-то там. Это мой Samsung. И выключилось все. Сейчас мы затранслируем с моего канала чего-то воспроизвести. И вот, пожалуйста, у меня здесь там пошло чего-то воспроизводиться. Я могу здесь погасить телефон, положить его на стол и наслаждаться воспроизведением видео на большом экране. В частности, на моем Mikul KM9 Pro Classic. Отличное решение. Мне очень нравится такое. Это, кстати, видео о том, как мы разыгрываем очередную видеокарту. Отличный конкурс. Условия там в описании. Я уже об этом говорил. Ребят, к Chromecast вопросов нет. Можно смотреть YouTube, если вы в одной сети. И все будет супер. Не только YouTube. Кстати, Chromecast имеет намного больше возможностей, чем все думают. Мы как-нибудь сделаем обзор. Что у нас есть еще из меню? В меню у нас есть сети интернет. Как-то мы уже с вами посмотрели, что у нас есть 2,4 ГГц и есть LAN RG45. Аккаунты и вход. Вы можете здесь добавлять аккаунты, которые поддерживаются. В частности, у меня установлен Аптоид. Можете еще аккаунт Аптоида добавить. В разделе приложений. Есть недавно открытые приложения. Вы можете их закрывать отсюда. Кстати, очень удобно. Тот же самый YouTube. Можно остановить. Он у нас там все это время в памяти жужжит. Есть раздел все приложения и есть раздел разрешения приложений, а также специальный доступ. Очень удобная штука, особенно когда вам нужно сделать так, чтобы какое-то приложение не засыпало. В частности, это может относиться, например, к TorServe. Если у вас прерывается каждые 10 минут фильм, либо каждые полчаса, то вам необходимо убрать галочку с приложения TorServe. И тогда не будет у вас засыпать TorServe и торрент-фильмы будут воспроизводиться отлично. Вот, пожалуйста, TorServe мы уберем и поставим. Не экономит энергию. Теперь у меня проблем с затуханием торрентов при воспроизведении не будет. Поехали дальше. Настройки устройства. Если мы зайдем с вами в обустройстве, мы увидим, что у нас есть ОТА обновление. Хотя Mecool KM3 пока еще не получал, например, ОТА обновление. Надеюсь, что эта приставочка будет. Модель KM9 Pro не ее позиционирует. И, кстати, сборка тоже похожа на KM9 Pro. Но мы все прекрасно знаем, что это Mecool KM1. Это по секрету. Есть раздел Дата и Время. Есть клавиатура Gboard. Кстати, сразу покажу, как настроить русский язык. Заходите в языки, у вас будет вот так вот включено. Вот это вот нужно выключить и добавить просто-напросто русский и английский. Тогда у вас будет переключение языков. Очень, кстати, все это дело просто делается. Насчет звука, насчет форматов звука и возможностей проброса 3HD звука не знаю проверить ни на чем. То, что вы здесь можете выбрать различные форматы звука или автоматических определять, это факт. Хранилище у нас память устройства 16 гигабайт. У меня еще вставлена флешка USB 3 на 16 гигабайт. На главном экране вы можете сделать настроечку каналов. Можете отключить, например, рекламный канал, пожалуйста. Можете выключить Play Music, если вы его не используете. А также включить или выключить предпросмотр видео и предпрослушивание аудио. Я, кстати, советую это сразу делать, иначе это иногда вызывает протормаживание интерфейса, если у вас недостаточно быстрый интернет. Также вы можете упорядочить приложение в меню и упорядочить те же самые игры в меню. Кстати, у меня там достаточно интересные игры. В настройках Google Ассистента вы можете включить безопасный поиск и выключить фильтрацию нецензурных слов. Для себя отключу, очень люблю это дело. Встроенную технологию Chromecast мы с вами уже проверили. Заставка. Очень крутая штука. Дело в том, что многие даже не знают, но этим можно пользоваться. Вы можете включать спящий режим, например, через 1 час, и не бояться, что ваша приставка будет потом постоянно работать. Вы отключите главное автовоспроизведение в YouTube, и, допустим, если вы смотрите YouTube, оно остановилось в воспроизведении, телевизор у вас выключился по таймеру, приставочка через 30 минут бездействия включит заставку, а через час она уйдет в сон и выключится. Фактически. В меню для разработчиков ничего нет, и больше здесь тоже вообще ничего интересного для нас нет. Нам может быть еще интересные пульты и аксессуары, так как здесь можно добавлять геймпады. У меня добавлен геймпад MacCute, кстати, обзор есть у нас на канале. И Advanced Settings. Здесь более интересно. Идем в Display. Screen Resolution. Итак, у нас доступны разрешения от 480p 60 Гц до 4K 2K 60 Гц и 4K 2K SM5 и 24 Гц. Также у нас есть управление профилями цветности. Dolby Vision не работает. Кто бы из блогеров вам не рассказывали, нет здесь лицензии Dolby Vision, хотя в кодеках он есть. Screen Position позволяет изменять нам масштаб для того, чтобы избежать оверскана. Есть Screen Rotation. Очень удобно. То есть вы можете заставлять приложение работать изначально форсированно в ландшафтном режиме. И есть вот положительный момент. Это постоянно работающий HDR. В данном случае он выключен, потому что у меня рекордер не поддерживает HDR. Но как только вы включаете телевизор, то вы сразу видите картиночку в HDR. Если ваш телевизор, конечно, поддерживает. И цвета передаются просто суперово. Фактически, когда вы просматриваете YouTube HDR ролики, и у вас там даже написано в самом YouTube BT709, то фактически ваш телевизор передает эти цвета в BT2020. Ну, как бы такое решение нашли Mecool, дабы обойти ограничение VP9 протокола и не давать VP9.2 протокол. Ну и USB модель вы можете выбрать, чтобы он определялся как хост или как девайс. В HDMI цик. У меня он заработал в паре с телевизором LG UK 6200. Playback Settings. Он не работает. Это автофреймрейт. Он не работает ни при каком раскладе. Ждем рут, ждем оптимизацию, ждем прошивку. Надеемся, что это все сделано. Аудио аутпут. Здесь у нас есть только лишь один вариант проброса через HDMI, так как у нас в виде выхода есть всего лишь 3.5 мм. Больше здесь нечего ловить. Ну, Power Key Definition вы можете выбрать засыпать, либо выключать, либо рестартовать при нажатии на кнопку питания. И раздел Picture не работает, чтобы вам тоже не рассказывали, иначе бы вы сейчас видели изменение картинки. Этот раздел хорошо работает на ROG чипах. Ну, как-то так вот. Все, мы с обзором меню закончили. Давайте переходить к мультимедийным возможностям. И начнем мы с вами именно с YouTube, потому что я там хочу еще и проверить голосовое поиск. Давайте сразу в поиск. Разрешаем пользоваться микрофоном. Первый раз пользуюсь. 4K 60 FPS. Да, вы знаете, поиск срабатывает, и поэтому не вижу здесь никакого смысла мучиться и выдавать какие-то левые запросы. Здесь все просто... Здесь все просто и понятно. Вот так вот. Коста-Рика 60 FPS. Обязательно тестируем. Включим наше диагностическое окно. У нас сейчас как раз проигрывает 3.840 на 2160. 60 FPS. 0 дроп фреймов. 0. И будем ждать. Будем ждать. Температура при проигрывании 51 градус. Чтобы вы понимали, закипятить эту приставку просто нереально. По крайней мере, при использовании по прямому назначению. Даже в играх нереально. Короче, ждем. Ребят, 5000 фреймов, ни одного дропа. Температура 52 градуса. Время прошло. Я считаю, этого достаточно для того, чтобы понять, что YouTube 4K работает идеально. Но скажу вам сразу, что 4K YouTube работает здесь на Lanner J45. Так вот, я хочу с вами проверить, какой YouTube мы сможем с вами реализовать на вашем Wi-Fi. Вернее, на нашем Wi-Fi 2.4 ГГц. Вроде бы как он немножечко слабоват, но проверить мы просто-напросто обязаны. Давайте зададим с вами любой ролик 4K. На 2.4 мы его переключили. Тип 4K. Попробуем, какой максимальный ролик мы сможем проиграть с вами на этом 2.4 Wi-Fi. Поехали. 4K включили и ждем. Ну вот, 15 мегабит оно показывает. Чуть-чуть сыпет дропами. Поэтому 4K, конечно же, не то. Не вариант, но 2K. Мы сейчас поставим с вами 2K. Включим именно 2K качество. И вот с 2K у нас все более-менее нормально. Вот 7 стартовых дропов. Давайте обнулим их для того, чтобы все было честно и красиво. Все, стартовых 10 дропов мы ждем. 15 мегабит он показывает. И посмотрим, появится ли у нас выше стартовых дропов при таком вот подключении через 2.4 ГГц и такой скорости. Ну что ж, почти 5000 фреймов. У нас ни одного дополнительного дропа, кроме стартовых. 2K на 2.4 ГГц отрабатывает идеально. Поэтому вопрос с YouTube у нас закрыт. 4K на LAN RG 45, 60 FPS. 2K на Wi-Fi вообще без проблем. После теста YouTube нам становится понятно, что все у нас более чем хорошо с воспроизведением контента с высоким разрешением. Поехали, поиграем тестовые ролики. 4K ролик, 4K Cache and Chips. Поехали на стандартном плеере. И он заиграл вообще без проблем. Вернее, воспроизводится без проблем. Отлично передает цвета, отлично работает. 4K ролик без каких-либо затыков и протормаживаний, фрезов. Ничего здесь необычного нет. Давайте попробуем с вами проиграть LG Barcelona. Потом поиграем Jellyfish и уже будем заканчивать. LG Barcelona играет идеально. 52 градуса, никаких затыков, протормаживаний, ничего у нас нет. Все просто отлично. Слушайте, HDR просто суперово. 53 градуса при проигрывании столь тяжелого ролика. Да, и это действительно очень хороший показатель. Посмотрим, что нам покажут медузки наши любимые. До красных дойдем, как любят мне говорить. Начнем с 400 Mbps. Поехали. 400 Mbps нажимаем. 400 Mbps пошло тоже без каких-либо вообще проблем. 54 градуса. Ждем, ждем, ждем. Ну, у меня вопросов нет. По 400. В принципе, 300 уже нет смысла играть. Поэтому с тестовыми роликами мы разобрались. Тяжелые тестовые ролики. Он проходит вообще на ура. Будем переходить к тестированию онлайн фильмов. Использовать буду Lazy Media Deluxe. Иду сразу в Kino HD. И буду воспроизводить 4K фильм. Все. Капитан Марвел. Ух ты, хищники появился. Обожаю этот фильм вообще. Пускай он старый. Но люблю его очень сильно. MP4, 4K, Ultra HD. Поехали. Давайте через Vimo Player. Вот. 3840. Специально нажму. 3840 на 1608. Это не полный 4K из-за полосочек. И у нас 6-канальный звук. Все. Пускай играет. 54 градуса. Посмотрим. Минут, пару, там, десяток минут. И посмотрим, чем это закончится. Ну, вы знаете, супер. 54 градуса выше не поднимается. То есть мы играем с вами 4K контент. И проигрывает он. Ну, отлично. Мне нравится. Мне действительно нравится. Давайте попробуем перемотать куда-нибудь там вот на середину. На самую середину. И посмотрим на скорость реакции на перемотку. И так мгновенная. Отлично. Отлично. С 4K фильмами разобрались. 4K фильмы тянем. Все теперь зависит от вашего интернета. Торренты. Поехали. По торрентам пройдемся. Капитан Марвел. Голосовой поиск работает. Отлично. Поехали. Какой-нибудь тяжелый торрент. Грузонем. Мне аж интересно. Слушайте. Вот если мы попробуем 4K HDR в 260 через LAN. Пойдет, не пойдет на 2-гиговой приставочке. Говорят, 2 гига мало. А давайте стартанем. Что нам терять? Через Torserve. Добавить и играть. Только сейчас. Поехали. Выберу через Vimu плеер. А фильмец-то пошел. Вот. 3840 на 260. Пожалуйста. Dolby Digital 6 каналов. И он играет, ребята. 45 гигов фильм. На Mikul KM9 Pro Classic. Вообще назвали его, конечно, сумасшедший. Уже к М1 сказали бы. Они для GearBest эксклюзив запилили. Короче, 45 или сколько там? 46 гигов файл. 56 градусов. Пусть играет. И посмотрим на температуру. Через буквально 5 минут. Ребят, уже порядка 17 или 18 минут проигрывает фильм. 53-54 градуса телепает. Вот этот вот 40 с чем-то гигов. 45 гигов торрент фильм. И у меня тоже замечаний к проигрыванию торрент фильма в онлайн нет. Поэтому я спокойно выхожу со спокойной душой. И понимаю, что мультимедийные возможности у данной приставочки действительно на высоте. Стоит теперь остановить все эти наши приложения, которые мы на запускали. А то мы будем тут долго и нудно с вами запускать игры, чтобы проверить. Ну и конечно же мы с вами должны протестировать IPTV телевидение. IPTV телевидение мы будем здесь тестировать через Live Channels. А это значит, что мы с вами можем реализовать вот нативное телевидение IPTV на Android TV платформе. Через TV Earl у нас сразу все завелось и IPTV телевидение работает просто шикарно. Вот, пожалуйста, все работает. Мы можем с вами перейти и, например, включить кадр в кадре и работать с нашим Android TV устройством, при этом просматривая какой-нибудь фильм. Вот, пожалуйста, мы можем там заходить куда угодно в настройки. Все, что хотите. Кстати, там идет фильм прикольный. Люблю его. Поэтому это очень и очень удобно. Очень удобно. Картинка в картинке. Плюс реализация вот такого варианта просмотра IPTV телевидения с нативными приложениями. Это действительно хорошо. Выключаем с вами Live Channels. Видео о настройке есть у нас на канале. Положу вам в описании под видео, чтобы вы долго не мучились с поиском. Ну и, конечно же, мы должны с вами провести тест на игровые возможности. Мы с вами провели полностью уже тесты на мультимедийные возможности. Она нас не разочаровала. А вот игровые возможности – это уже очень важно. По результатам тестов приставка действительно удивила. Если вы думали играть в Android TV игры, то она неплоха. Вайсторм Экстрим она набрала 5476 баллов. И поверьте, не каждая приставка на 905х2 процессоры набирает столько. Вот это мне удивительно. Скорее всего, просто-напросто температурные режимы показывают нам вот такой вот интересный результат. То есть она не троттлит вообще. А вайсторм Unlimited она набрала 9979 баллов. И это тоже в среднем выше, вернее выше, чем в среднем по всем приставкам на процессах 905х2. Очень удобно. Можем поиграть. Что мы сейчас с вами и сделаем. Играть мы будем конкретно в Android TV игры. Беру свой геймпад MacCute, обзор на который есть на канале. Тоже, кстати, положу, наверное, вам ссылку в описании под видео. И поехали играть. Real Racing 3. Не будем сильно ударяться в какие-то супер невозможные игры. Дело в том, что у нас есть видео об играх на Mikulka M3 в частности. И поверьте, геймплей не сильно отличается. Но если хотите узнать, как играть на этой приставке, то посмотрите это видео. Дело в том, что я хочу показать, что это здесь действительно работает. И работает это отлично. Реакция на геймпад отличная. Задержки по Bluetooth нет. Решил чуть-чуть по песочку здесь погонять. Надо догонять своих собратов. Собратьев, вернее. Слушайте, ну супер. Мне нравится. 60 градусов вот в игре. Давайте немножко поиграю. Попробую ее вскипятить. Потом еще, ну, каких-то пару казуальных игр. Ну, или Subdiversion сыграем. Посмотрим, что там оно в леталочке себя покажет по температуре. 61 градус. Но на это можно играть. То есть на приставке за 900, на 905X2 процессоре за столь смешную цену. С сертификацией Google, попрошу заметить, можно даже неплохо поиграть. Давайте догоним кого-то тут накажем. Все, нам нужно обогнать всех. Потому что я 10-й. Что это за беспредел? Короче, я тут, по-моему, куда-то врезался и все проиграл. Ну, 62 градуса. Максимальная температура 62 градуса. Куда-то я... Да, ну, куда я еду? Что это за беспределище вообще? Не знаю. Мне нравится. Мне действительно это нравится. Поэтому супер. Ребят, просто супер. Отлично. Можем переходить к следующей игре. Залипну. Боюсь, залипну. Специально выбрал вот такие вот динамичные игры, типа Rail Racing и Subdiversion, для того, чтобы оценить именно нагрев. Обычно такие игры, они действительно сильно прогревают приставку. В частности, Asphalt 8. Ну, уже не буду качать Asphalt 8. Достаточно из того, что мы с вами потестировали. Реакция на геймпад тоже отличная. Вот в такой игре все супер. Цель достигнута, как вы видите. Слушайте, полетаю. Сейчас еще роботов снесу. И будем уже, наверное, делать мы с вами выводы по этому Smart TV Box. Достаточно интересному. Куда вы? Куда, 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 ребят? Ребят, всех достанем. Всех достанем. Всех, всех, всех. Отлично. Первого снесли. Второго тоже сейчас снесем. Уж очень я любил когда-то такие леталочки. Не знаю, кто из вас не играл в элиту в свое время. Тут очень много потерял. Ну, куда тебя несет, а? Вы знаете, очень сильно удивило меня действительно температурные режимы этого Smart TV Box. Вот умудрились, я вот здесь видно хорошо пластину металлическую, умудрились они решить. Вот вопрос с нагревом отлично решить. Очень хорошо, что здесь есть доступ к датчикам температуры. Работает приставка отлично. Немножко, конечно, Wi-Fi 2.4 расстраивает. И она расстраивает отсутствие 5 Гц Wi-Fi. Но в остальном всем она просто идеальна. Если вы планируете подключать приставку по LAN RJ45 и вам нужен голосовой пульт Android TV сертификация, то приставка действительно для вас. И как резюме, команда TechnoZone рекомендует эту приставку тем, кто хочет иметь сертифицированное устройство на 905X2 процессоре недорого и готов использовать LAN RJ45. К сожалению, команда TechnoZone не рекомендует тем, кто планирует использовать Wi-Fi как основное средство связи. Потому что Wi-Fi достаточно слабоват. Либо рекомендует ее тем, кто планирует через Wi-Fi смотреть что-либо, не выше, чем Full HD разрешение. В остальном всем приставка отличная. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале TechnoZone. Пока, ребята.